всем привет рисуем сегодня вторую принцессу белоснежку приблизительно схема та же что мы рисовали первую принцессу нам нужно чуть выше листа нарисовать большой круг мы рисуем большой круг немножко отступаем вниз делаем подбородочек то есть немножечко вытянута вниз до получается убираем лишние линии выравниваем все что нам нужно сделать так не сильно высоко вот тут пониже нарисуем маленькие ушки вот так теперь сверху круга посерединке отступаем точечку ставим и рисуем волосы такой вот волной за ухо сюда и за ухо сюда теперь от каждого уха нам нужно нарисовать ленточку посередине вот между кругом и там где у нас начинается волосы нарисовали так что ложка здесь поправлю сейчас так ленточку от уха до уха проводим смотри вот такую дугу рисуем сюда и еще одну бантик подрисовываем кружок и сам бантик лишние линии которые попали на бантик стираем ластиком поправляем рисунок теперь вот верх круга нам нужно стереть потому что волосы мы будем рисовать чуть чуть повыше отступаем от ленточки и теперь от уха тоже отмечаем немножко отступаем чуть чуть точечку ставим куда мы поведем сверху волосы белоснежки сюда сюда поправляем если линия пошла не точно вот такую дугу на волосы увеличили объем волос теперь нам нужно волосы немножко сделать такой вот как крючочек смотри я беру вниз и загибаю сюда здесь тоже и загибаем сюда и теперь назад сюда и сюда такая прическа будет у нашей белоснежки если я сильно вот я сильно далеко отступила я сделаю немножко поближе вот эту вот крючочек вот этот вот сильно далеко его не отводим чтобы он все-таки смотрелся волосами да вот сюда поближе вот так готова нарисуем шею немножко вот так подальше как будто на плечи отходит и горловинку платится отметим посередине лица небольшой носик вот такая дуга ротик просто мы рисуем вот такую вот улыбочку и внизу подрисовываем нижнюю губу глаза мы нарисуем два больших круга два больших круга в этом кругу стараемся чтобы эти круги были примерно одинакового размера в этом кругу рисуем зрачок маленький кружочек блика теперь нам нужно подрисовать века верхняя можно нарисовать просто вот таким образом а можно сделать наискосок чтобы было немножечко наклон глаза чтобы получился я ставлю точечки маленькие отмечая где будет у меня века и рисую дугу соединяя эту дугу сверху с кругом глаза вот так и второй тоже глазик отмечу ставим где у нас будут точечки края до дуги и соединяем с кругом глаза сверху века небольшие брови нарисуем здесь белоснежки дальше нам нужно нарисовать платье делаем маленькие плечики вот здесь маленькие черточки плеч рисуем не сильно длинное такое вот туловище выемка для юбки вот такой вот чаечкой такой галочкой вот такой нарисуем здесь вот так вот соединим и нарисуем кругленькие рукава фонарики кругленькие рукава фонарики внизу самым мы рисуем манжетик манжетик отметим где у нас будет юбочка так пошире хочу сделать немножко юбку по пышнее вот так рисуем руки помним что локоть у руки на уровне пояса поэтому слишком длинные руки не рисуем вот так значит пошел локоть здесь уже локоть и нарисуем вторую до так нарисовали ручки ладошку можно нарисовать просто такой вот рукавичкой рукавичкой и потом прямые пальчики подрисовать вторую руку рисуем можно также вниз можно повернуть если хочешь немножко в сторону ручку локоть вторая часть руки и ладошка пальчики у белоснежки плащ мы подрисуем с этой стороны с этой стороны сегодня мы будем рисовать фломастерами и возьмем карандашик розовый для того чтобы нам кожу кожу подрисовать я хочу поправить шею мне кажется этот толстоватую нарисовала шейку поэтому я здесь хочу поправить чтобы шею была не сильно толстая вот так и так карандашиком розовым мы аккуратно заштриховываем лицо потому что если раскрашивать розовым фломастером лицо получится очень яркая поэтому для кожи лица мы взяли цветной карандашик ушки тоже закрашиваем там где щеки можно немножко посильнее сделать розовый такой небольшой румянец навести сильно яркий не надо но так чуть-чуть посильнее розовым закрасить щечки шею руки вот так хорошо давай займемся глазами внутренние кружочки в глазках мы нарисуем черным но не забывай что маленький кружок должен остаться беленьким поэтому закрашиваем аккуратно чтобы белый блик на глазике оставался не закрашенным выбираем цвет глаз для нашей белоснежки какие будут глаза зеленые голубые коричневые я сделаю коричневые тоже закрашиваем кружок так чтобы блик остался беленьким аккуратненько делаем так черным же мы рисуем века верхняя и подрисовываем реснички только вот здесь скрасить и в реснички подрисовываем не по всей длине а с краю коричневым рисуем брови носик можно этим живот розовым обвести здесь а красным нарисуем губы просто вот эту вот красным подрисовываем улыбку а потом нижнюю губу тоже обводим красным красным закрашиваем ленточку на голове и бантик а черным волосы у белоснежки по сказке волосы были черные вороного крыла цвета вороного крыла конечно можно не обязательно фломастерами рисовать можно цветными карандашами восковыми мелками всем чем угодно можно даже красочками это делать но просто мелко может быть получается рисунок и красками сложновато раскрасить детали все мелкие аккуратно поэтому мы используем графические инструменты карандаши фломастеры смотри чтобы я не залазить да на лицо когда штриху я сначала линию вот здесь вот так провожу вокруг для того чтобы когда я буду заштриховывать на лицо штрихи не попадали то есть я ограничиваю до куда я могу штриховать так волосы у нас готовым розовый возьмем и сделаем на рукавах вот здесь вот такие полосочки на фонариках закрашиваем голубым рукава вверх платья можно либо голубым этим же сделать либо взять синий юбка желтая узнаваемость нашей белоснежки зависит именно от костюма как какой у нее был костюм платья было у белоснежки я сначала обвожу контур чтобы аккуратно закрасить не залази на другие части рисунка и потом раскрашиваю уже более размашисто стараемся закрашивать без промежутков между штрихами более плотно стараемся закрасить не залази на землю Продолжение следует... А плащ у Белоснежки тоже закрасим красным или малиновым. Сначала обводим аккуратно руку, чтобы нам не повредить рисунок. И юбку. И обводим вот так по контуру плащ. А уже потом внутри закрашиваем. То же самое с другой стороны. Сначала обводим по контуру. А потом внутри. Вот такая у нас получилась Белая Снежка. Мне бы, конечно, очень хотелось посмотреть, что получилось у тебя. Присылай фотографию своего рисунка. Я думаю, будет интересно посмотреть всем.